привет с вами я Денис Давыдов наконец-то новинка ту которую ну наверное многие ждали потому что все время идут какие-то ну не очень интересные образцы это образец который достоин реального внимания вальтер p38 то есть не какая-то там копия это реально немецкий со свастикой вальтер и разумеется такой пистолет многие обладатели холостого оружия не только и коллекционеры макетов оружия захотят поэтому держать такую охолощенную вещь очень приятно самое главное что она сертифицирована то есть это молотовское оружие он называется в по 5 3 2 0 1 но многие сразу скажут что вероятно это из той самой ленфильмовской партии какой-то да но я знаю по легенде что вообще были варианты сделать из этого пистолета травматический пистолет или га они газовый даже то есть этот пистолет хранился давным-давно там на складах его переделывали в газа вы по крайней мере пытались это делать и собственно это все как-то не сложилось вот и поэтому тут есть одно решение о котором я покажу которое ну не очень как бы год вот а так все клейма все красавица но вы видите и сразу отержи этого пистолета тираж 7 штук выпущен он был еще весной но за всех этих футбольных дел потом пока он до меня дошел соответственно вот только сейчас я его сниму ну а теперь о цене поговорим но я думаю естественно понятно что этот пистолет относится к элитному разряду ценнообразования да как стечкин как пб и это будет сразу понятно что более 100 тысяч рублей ну он будет дешевле по 08 как вы помните по 08 были же тоже молотовские они стоили там 200 тысяч штурмгивер там 450 тысяч но это соответственно пистолет 175 тысяч рублей можно сколько угодно раз говорить что это дорого что на западе он столько-то стоит кстати по ссылочке в описании вы можете увидеть а мой небольшой обзор боевого такого пистолета которая делал там два года назад или полтора года назад небольшой в европе мне дали пострелять с него это же его купили за 2000 евро боевой с интересными крыль клеймами но говорить о том что это дорого там какие-то безумные деньги у нас там в россии но об этом смысла нет тираж 7 штуки 140 миллионов людей но естественно все хотел бы перейти к внешнему осмотру пистолета сразу видно конечно что он юзаны что есть некоторые моменты но вот тут как забоины такие да то есть множество тут на скобе идет забоинок с этой стороны тоже самое почему так я не знаю слава богу что он на одном номере это слава богу тут 5711 5711 и ствол 5711 он был перестволен ну скорее всего во времена еще войны потому что видно что номер тут ну идет уже вторично новоделен ну в рамках оружейной мастерской конечно нету петли для крепления ремешка вот теперь магазин посмотрим магазин как я понял он новее выглядит он практически новый то есть несмотря на то что он родной вальтер по 38 9 миллиметров он видимо был докуплен производителем чтобы сделать из него холостой пистолет может быть когда газовых а теперь по поводу нарезов вот видите там то же самое что и во многих других их пистолетов то есть резьба идет винтовая обычная винтовая резьба вкручена туда сужающий дроссель втулка собственно в этом заключается деактив стволе теперь по поводу клеем клеймо биф 43 о чем это говорит биф это кодовое название завода маузер верки для чего это нужно было ну это после первой мировой войны 9 миллиметровые стволы по идее не разрешались нацистской германии ну и соответственно нужно было чтоб санкции как сейчас вот в россии заводом не применялись нужно было чтобы противник не знал кто выпускает это оружие вот биф это маузер верки разобрали что этот пистолет все-таки военный самый настоящий то есть теперь обещанные орлы то есть прием приемка вот она 159 есть приписан там какой-то военчасти там и так далее а теперь другие вот прием очки курочки вот они вот имеются здесь вот я хотел бы рассказать об интересных особенностях то есть всего этого пистолета во времена нацистской германии карл его фриц валтер придумал и всего их было выпущено именно реально при нацистской германии миллион 200 тысяч штук это замечательный пистолет и он естественно достоин быть в любой мало-мальски уважающий себя коллекции и он выпускался вплоть до 2001 года но уже в виде другой маркировки но принцип дизайна оставался p38 он назывался именно до 45 там 46 года а потом уже вальтер p1 его называли в гдр тут ряд интересных вещей есть во первых смотрите затвор вверху открыты это нужно было чтобы стрелять из бронемашин второй момент зацеп не как всегда у всех пистолетов находится справа он находится слева гильзы вылетают влево другой момент возвратных пружин их 2 и они находятся по перед с каждой стороны по одной это тоже то решение которое не встречается других пистолетах потом здесь находится вот спуск видите открытый то есть такое тоже не было ну естественно в дальнейшем многие спецслужбы уже в середине 20 века использовали его именно немецкие восточной европы и даже западной глушитом остроение этого пистолета но таки напрашиваются на то чтобы тут использовали глуши как разбирается пистолет оттягиваем чуть-чуть затвор и вот этот вот замыкатель опускаем вниз и видите здесь выскакивает деталька это вот то о чем я говорил этой детальки нету на боевых пистолетах здесь и сделали потом просто это берется вот так вот опускается нажимается так и все это вытаскивается вот рамка остается у нас в руках сейчас мы к ней вернемся здесь у нас затвор с стволиком вот затвор вот стволик и вот это вот фиксатор его сделали искусственно и собственно он и держится держит всю эту конструкцию собранной и это пружинка вот это не должно быть вот эти две детальки в жизни не существует у боевого пистолета что здесь отличается конкретно от боевого пистолета от чего эта деталька вероятно это он тут же и в стволике должен быть клин вот здесь вот должен быть клин вот которые здесь отсутствуют и как видите здесь и это место под клинут как в шапетовском пистолете де активе p38 там и вот тупо вытащили но его хоть докупить можно здесь это место уже полностью заблокирована металлическим брикетом то есть соответственно это как часть де актива идет да конечно а вот это и был клин вот кусок клин а его отрезали то есть и вот на нем теперь вся нагрузка идет то есть естественно это можно было избежать непонятно зачем они это сделали то есть тот кто мне сказали что это тот кто еще когда-то газовые пистолеты придумал вот эту чушь он сделал ну ладно это конечно не столь трагично но как есть теперь дальше а де активе смотрите ну понятное дело здесь штифт стоит кстати если я вот сюда внутри заглянуть то есть вот ствол идет как бы здесь идет вот эта винтовая резьба куда вкручен дроссель вот он где-то вот отсюда до этого места вот здесь идут нарезы здесь идет штифт ну тут патронник собственно говоря вот он вот стоит патрон и штифт идет и здесь заблокирована этим клинам ну чтобы не штифт не вытащили и не сделали из этого боевой стволик вероятно и самое главное убрали один боевой упор смотрите вот тут вот он есть а здесь он стерт его полностью ликвидировали зачем его ликвидировали а затем что здесь имеется то есть помимо этого кстати тут вот клейма с.о.в.п.о. то есть вятские поляны оружие списанная холощина но это говорит о том что это уже до серьезные лазерные клейма и этот паспорт не кто-то выдумал на принтере а это уже серьезная заводская вещь и так затвор что он затворе у нас в затворе я тут вижу что два брикета приварено вот брикет который в жизни не должен быть видно да что они вот место сварки вот кали колечки такие идут перевороненные но не соответственно играют роль взаимодействия с этим деактивированным стволиком вот но меньше всего конечно травмирована рама но на раму никогда не делают каких-то особых дикте вот это шишечка вот она собственно и ну за счет вырезов вот этих вот и позволяет встать всей этой системе вот сюда а соответственно другие армейские вещи целые сюда на эту раму не получится надеть ну тут кстати если на затворе в по это тоже вот вот здесь это имеется с.о.с.о.в.п.о. это клеймо здесь так видимо не имеется этих надписей с.о. но я думаю ясно где они они под щеками они всегда там кстати по т.т. ставили молотовцы но это хорошо то есть когда нет видимых каких-то надписей это отлично с позиции вот коллекционного материала ну собственно теперь пора приходить к стрельбе прежде чем переходить к стрельбе ну сразу скажу стреляет он родным штатным патроном 9 на 19 вот все эти патроны я их тут для нашего исследования собрал разных видов ну понятное дело вот они штатные патроны 9 на 19 фьёчи посмотрим как они стреляют потом вот у меня еще тут девяти миллиметровый патрон имеется джи фэл клеймо я не знаю клеймо эти видны не видны но это джи фэл то есть он по геометрии отличается мне кажется он более такой приятно нас тут закругленные с позиции перезарядки удобнее это какие-то вот свое время какие-то вот продавались там на форуме вот такие вот так сказать подражатели когда вот с этими проблемы были они никому не нужны были их в россию не ввозили единицам кому нужен делали вот такие вот подражатель этих патронов ну и соответственно видно что тут какие-то за паечки то есть вот обжато а вот этот патрон вообще видно что капсуль жевело тут вставлен вот и короче говоря 223 мы все из 223 реминг там написано здесь просто интересно будет постреляем этими патронами видите тут f вообще буква какая-то чем мне не нравится этот патрон собственно почему судьба не сложилась вот со 100 это 9 смотрите как он раскрывается вот вот сравним патроны вот после выстрела смотрите как их рвет вот их рвет очень сильно это вы я ни разу не стрелял с этого пистолета в жизни мы вместе с вами начнем эту стрельбу и это выстрелы с другого оружия 9 миллиметрового холостого но посмотрите как рвет видимо из-за большого количества пороха может быть из-за того что металл тут какой-то мягкий используется но они очень сильно поднимаются огромный стакан открывается вот для сравнения м 10 31 среди как аккуратненько он открывается но посмотрите и соответственно он не ну не застревает а эти же патроны не часто среди какое уродище и поэтому очень интересно посмотреть как поведет поведет как этот патрон как он будет выбрасываться вот вот вставляем ну соответственно потому что гильза то после выстрела она даже длиньше становится чем сам патрон в жизни конечно же такого не бывает пуля улетит и гильза короткая правда же она вот такая вот поэтому ей вылететь намного легче чем вылететь вот этому барахлу поэтому сейчас мы обязательно посмотрим что это значит сначала я вот использую для стрельбы вот эти вот патроны которые вот более ранее то есть мною классифицируются как какие-то вот самодельные 323 ремень когда я пытаюсь пострелять наверняка там навеска пороха другая да кстати они даже бывают от разных длин с обрезами по 3 патрону ставим сейчас включаем на шумомер огонь офигенно стреляет так громко конкретно стреляет я прям чувствую такую сильнейшую вибрацию ребята сто двадцать пять и семь децибел это колоссально громко то есть чувствуется что вокруг идет ну прям во первых множество продуктов горения которые в меня попадают это вот эти брызги сажи какой-то там и прям вся рука она прям дрожит то есть чувствуется как будто бы боевняки он подпрыгивает то есть мы потом посмотрим затворная задержка сработала очень доволен то есть теперь надо вот гильзу хочу посмотреть гильзу как она выглядит да вот она горячая гильза рвет ее конкретно видите рвет гильзу конкретно стакан такой ровно но выбрасывается да то есть без всяких этих три патрона три патрона вышло вообще супер значит вот эти вот патроны они работают и очень громко очень красиво да вот они вот у меня а в тт кстати говоря они назад его мяли там металл хотелось бы вот этот вот патрон попробовать он у меня один единственный поэтому я заряжу первый а вторым сделаю обычный фьючерский патрон для этого заряжаем обычный фьючерский патрон и что навеска плохо так и вот он первый посмотрим как он смотрите какая-то фигня наверное вот это вот тупизна здесь острая она не позволяет зарядку еще раз да все он косит этот патрон не годит с такой киометр ну и теперь попробую классические вот эти фьючерские патроны зарядить вот они папу да не еще называются то есть вообще люгеровских патронов их море разных видов и какие-то могут подходить какие-то могут не подходить как вы видели вот этот вот подошел который только что вот который покупал нормально отличная стрельба ну то есть отличный пистолет отлично работает и горячие вот что можно сказать ну путь ему только в коллекцию то есть все работает затворная задержка стоит указатель патрона работает громкость громкость серьезная вот здесь 126 децибел кстати у тех патронов было побольше 223 деньгал 127 и 4 1 децибел и 4 это это больше но я прям же чувствовал тогда что вибрация и гарри вот это все ее побольше ну собственно говоря пистолет достойный пистолет красивый пистолет с хорошими клеймами пистолет рабочий он не подводит он стреляет частыми патронами не сейчас помните я вам когда-то говорил что они доллар там стоили но все они давным-давно столько не стоит их можно купить за 40 рублей штучку ну в общем с пачка в 50 патронов обойдется вам 2500 рублей конечно с такого оружия я бы не советовал стрелять вот как с развлекательного какого-то бегать в лес и там по 100 200 патронов выстреливать потому что убьете вы его соответственно это коллекционная вещь это для реконструкторов это для коллекционеров для серьезного такого богатого подарка собственно этого красавца одного единственного можете приобрести по ссылочке в описании обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте пресловутый колокольчик ставьте лайки обязательно потому что они продвигают видео в топ и стимулируют мое дальнейшее творчество с вами был я Денис Давыдов пока